Знаете, мы очень аккуратно выстраиваем свою политику военную и готовы отразить любую угрозу с любых направлений. С любым. Поэтому у нас и армия не такая даже как в Украине или в России. У нас нет вот этих огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами или еще чего-то. У нас все исключительно мобильные части. И территориальная оборона, куда мы можем призвать полмиллиона человек. Если конфликт назревает, мы сразу призываем, формируем территориальную оборону, они зажигают электроподстанции, заводы, фабрики, хлебозаводы. От чего жизнь людей зависит? Для нас будет угроза на южном направлении, мы мобилизуемся там. Мы развернем свои части, полностью проведем боевую готовность и будем воевать на юге. Если на севере, на севере. На востоке, на востоке. На западе, значит на западе. В этом суть мобильности вооруженных сил. Потому что сформировать огромные группировки где-то на определенном направлении, это даже опасно сейчас. Потому что при современном высокоточном оружии тебя засекут и там же, где ты сформируешь группировку, разбомбят. Поэтому у нас спорно-мобильные вооруженные силы. Мы свою технику для них производим и уже вооружение начали производить. Свое. Мы не хотим ни у кого покупать. Потому что опыт Украины показывает, воевали-воевали, снаряды закончились. И потом надо будет у кого-то просить эти снаряды или патроны. Продолжение следует.